Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Омикрон, где-то по 15% еще есть дельта, и вот эти граждане, кто болеет дельта, как раз-таки являются, в первую очередь, попадают на больничную койку. И среди них, хочу сказать, что основная масса, конечно, непривитых, именно те, кто попадает на больничную койку. Еще остальные 15% это другие, значит, разновидности коронавируса, который постоянно меняется. И поэтому очень важно, чтобы у нас была иммунная прослойка очень высокая, чтобы он в конце концов отступил, это заболевание. Вот скажите, улучшение эпидситуации является основанием для снижения темпов прививочной кампании против коронавируса? Нет, не только не является, а наоборот, необходимо допривить наших граждан. У нас, ну, грубо говоря, 60% этот показатель пока очень довольно-таки мал, потому что последней рекомендации в ВУЗ должно быть не менее 80% привито. Поэтому снижать сейчас иммунизацию не только нельзя, но наоборот надо увеличивать. То есть есть воспользоваться случаем, что у нас снижается заболеваемость, то есть у нас уходят острые медицинские противопоказания из-за заболевания и прививаться. Те, кто прививался более полгода назад, им надо ревакцинироваться, а те, кто не прививался, в первую очередь. Каким образом выстроена работа сейчас прививочных кабинетов в связи с улучшением ситуации? Они пока работают в штатном режиме, но в перспективе надо понимать, что эта вакцинация станет обыденной, поэтому она перейдет в режим вакцинации, который происходит и в период эпидемии, подъема заболеваемости гриппом. То есть это в обычную такую пройдет процедуру. Поэтому вот эти развернутые дополнительные вакцинальные пункты, они потом будут сворачиваться, если максимально наши граждане прививаться. У нас и сейчас уже многие медицинские учреждения, которые работали с ковидом, которые работают в том числе по оказанию амбулаторной помощи, переходят постепенно к оказанию плановой медицинской помощи. И эта вакцинация тоже станет плановой. Арнольд Феликсович, какая на сегодняшний день категория граждан самая незащищенная? Ну, продолжают оставаться все равно самонезащищенной. Я бы сказал, граждане старше 60 лет, по той причине, что у этой категории граждан много сопутствующих заболеваний. И заболевание ковидной, ковидная инфекция, она страшна тем, что оказывает в первую очередь потом осложнение именно на этих граждан. Поэтому они продолжают оставаться незащищенными. Хотя при этом, я должен констатировать то, что у нас сейчас заболеваемость этой категории граждан снизилась где-то на 15%. Это в структуре по сравнению с тем, когда это начиналось. То есть у нас сейчас продолжают болеть, к сожалению, граждане старше 60-65 лет, но больше они болеют омикроном и в меньшей степени дельтой. Дельта те, которые не прививались. А омикрон легче переносится? В большинстве своем случаев, да, он переносится легче. К сожалению, болеют в том числе и привитые, но болеют, как правило, очень легко, либо практически бессимптомно. А почему рекомендации есть в отношении подростков молодого поколения? Ведь иммунитет у них и так сильный. Ну, он сильный. Но любое вообще заболевание коронавирусной инфекции, оно само по себе может оказывать дальнейшие, так называемые, пусковидные изменения. Если сейчас у него иммунитет сильный и так далее, то это не значит, что у него в дальнейшем могут возникнуть определенные проблемы. Проблемы и с сосудистой системой, и с неврологического характера, и многие другие. Поэтому есть возможность прививаться. У нас сейчас уже можно прививать подростков. Обращаясь с 12 лет, значит, можно прививать подростков обязательно с письменного согласия родителей. Но я думаю, что обращаясь к родителям, особенно к тем, кто перенес это заболевание и, может быть, в неприятной форме, я думаю, эти родители в первую очередь должны своих детей оградить. По симптоматике, что должно насторожить для того, чтобы вызвать скорую помощь или обратиться к доктору? Обратиться к врачу можно сейчас и дистанционно. Если переносится заболевание в легкой форме, с легкими симптомами ОРЗ, то можно оставаться дома и дистанционно получить больничный лист. То же самое это можно сделать и контактным, если они находятся в одной семье, в одной квартире с заболевшим. Вместе с тем, если здесь высокая температура, конечно, и она не сбивается никакими более 38 градусов, и она не сбивается какими-то препаратами от температуры, то, конечно, надо вызывать врача. А если есть какие-то любые изменения со стороны дыхания, то есть одышка и так далее, то в обязательном порядке надо вызывать скорую помощь. Рисковать не стоит. Самостоятельно с этим бороться нельзя, когда такое состояние. Ну, многие кто-то пытается, и потом через какое-то время, когда они дают определенного эффекта, уже эти наши граждане, к сожалению, попадают уже с признаками пневмонии и уже на больничную койку. И, к сожалению, попадая на больничную койку, за неделю это заболевание уже не проходит. То есть, если развивается пневмония, это проходит и две, и три недели, к сожалению. Время терять нельзя. Арнольд Феликсович, а вот Вы расскажите про свой личный опыт вакцинации. Вы знаете, мой личный опыт такой, что, к сожалению, в силу определенной своей профессии, им приходилось находиться в разных местах, и, к сожалению, я летом 2020 года, в период первого большого подъема, заболел коронавирусной инфекцией. Она у меня прошла средней степени тяжести, и пневмония была, и больничная койка. В общем, я никому не советую, значит, стараться, и надо избегать этого заболевания. Прошло определенное время, я привился, привился, ну, в данном случае у нас в большей степени был спутник В, значит, я привился спутником В два раза, значит, у меня, в общем-то, высокий, я проверял в качестве такого эксперимента очень высокий уровень антител после этого, то есть ни дельтой, ни омикроном не заболел. Ну, значит, сейчас подошло время ревакцинации, вот я сейчас планирую в ближайшее время это сделать. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, нашли время, ответили на все вопросы. Спасибо. На этом пока все, всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»